В начале года, как правило, контента не сказать, что прям много. Да, иногда появляются небольшие инфоповоды, которые мы можем обсудить, но по большей части происходит такая информационная засуха. И что еще, как не патчи для PES 2021, могут спасти нас из так называемой засухи? Сегодня предлагаю рассмотреть один из таких вот патчей для 21 части, который возвращает нас обратно в прошлое. В то самое время, когда большинство зрителей этого канала, да и в принципе, как и его создатель, еще и не родились. Это ретро патч, который возвращает нас в футбольный сезон 96-97. Самое что ни на есть ретро. Если заинтересованы, то устраивайтесь поудобнее, и не забывайте поддерживать это видео своими лайками. Эта модификация старается косить под International Superstar Soccer, то есть предыдущее самое что ни на есть старое название ранее серии PES, а ныне E-Football. И в целом косит под стиль и тогдашнее оформление ретро. Оформление 90-х. Это касается как оформления чемпионатов, так и команд непосредственно. Таким образом, были обновлены логотипы чемпионатов и команд под футбольный сезон 96-97. Очевидно, также были и обновлены составы. Были обновлены составы APL, серии A, по-моему, немножко были обновлены составы чемпионшипа и серии B, Лиги Франции, Бундеслиги и еще парочки лиг, так, по мелочи, скажем так. Изменения коснулись и нашей российской премьер-лиги, только пары-тройки команд, а именно Alania, по-моему, Dynamo, CSKA и Spartak. Была проведена колоссальная работа над фейсами для игроков и в целом минифейсами команд. Конечно, не все минифейсы выглядят качественно, но стоит учитывать в целом время, на которое ссылается этот патч, потому что фотки 90-х нормально в интернете не найдешь, и разработчики выкручиваются как могут, но, тем не менее, выглядит это очень даже неплохо. Комплекты форм также соответствуют тогдашнему сезону 96-97, и стоит отметить, что качество у них просто отменное. Мне хотелось даже сохранить эти формы, чтобы потом использовать при игре на других патчах, но как-то я запамятовался и их, к сожалению, не сохранил, но выглядят они действительно очень и очень качественно. Ну и очевидно, была обновлена вся соответствующая графика, в частности, главные тренеры для режима карьеры, была обновлена некоторая графика команд для режима карьеры касаемо пресс-конференций, интерьера офисов, то есть под некоторые команды не все, но, тем не менее, пара-тройка команд с графическими изменениями присутствуют. Также были обновлены рекламные щиты на стадионах, были добавлены новые ТВ-оформления под тогдашнее время, под сезон 96-97, и, как уже неоднократно могли убедиться, исходя из футажей и в целом описания, работа над патчем была проделана колоссальная, несмотря на то, что он бесплатный. В принципе, функционирует, исходя из мнения других игроков, он очень даже неплохо, поэтому можно даже задуматься о прохождении полноценной карьеры с этим патчем. Скажем так, ретро-карьера, кому как будет удобнее. И поэтому, если вам стало интересно, и вы хотите установить этот патч, давайте быстренько пробежимся по его установке. Все необходимые ссылки будут ожидать вас в описании под этим роликом, поэтому скачивание и установка особо сложными быть не должны. Скачивайте по первой ссылке все необходимые архивы с патчем, и распаковывайте ее в вашу папку спец2021. Стоит отметить, что версия игры, скорее всего, должна быть пиратская. Я ее устанавливал на лицензионную версию игры, но крайне-крайне не рекомендую вам этого делать, поэтому, если вы хотите попробовать этот патч, скачайте его на пиратскую версию игры. Об этом поговорим чуть попозже. По второй ссылке скачивайте архив edit, и кидайте его содержимое в вашу папку спец2021, в папке мои документы, по следующему пути. Ну и по третьей ссылке скачивайте архив с фейсами, и кидайте его содержимое уже по следующему пути, точно так же, как я это делаю на экране. До того, как я полноценно приступил к изучению этого патча, я хотел вам его порекомендовать, чтобы вы следили за ходом его разработки, и в целом следили за будущими обновлениями. Но, к сожалению для меня, и скорее всего для вас, у этого патча все-таки присутствуют свои подводные камни. А именно, после версии 2.0, которую мы и рассмотрели в рамках этого ролика, версия 3.0 и все последующие версии уже стали доступными только на платной основе, и то только по подписке на Patreon, который, по-моему, в нашей стране на данный момент недоступен, если вы, конечно, не используете VPN. Что же касаемо следующего подводного камня, то он касается как раз-таки пиратской версии игры, потому что, опять же, я пытался установить этот патч на лицензионную версию игры, вроде как это удалось, по футажам вы видите, все присутствует, вся графика есть, все стоит, но я не мог сыграть матчи, то есть у меня вылетала игра при попытке запустить матч. Неважно, товарищеский матч, в рамках карьеры, в рамках прохождения турниров, на установленных стадионах, на оригинальных стадионах, игра у меня банально вылетала. Опять же, я связываю это с тем, что у меня игра была установлена на лицензии, а не на пиратке, поэтому, если захотите попробовать, то рекомендую устанавливать только и только на пиратку. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok